Виталий, приветствую тебя! В начале новой недели технический фундаментальный анализ, собственно, как и всегда, делимся нашим с тобой видением по рыночной ситуации. Стараемся мотивировать, друзья, вас принятие торговых решений. Если, опять же, вам нужны дополнительные вводные, мы с Виталем подкидываем вам инфу, как техническую, так и фундаментальную. Ну что ж, эта неделя, как мы с тобой еще в прошлый раз говорили, уже по горячим следам, постфактум выступления Паула на симпозиуме в Джексон Холле, действительно, как и ожидалось, он стал источником повышенной волатильности. Он усилил те тенденции, которые на финансовых рынках были, он обвалил курс доллара, я думаю, что это еще не предел. Ну, дальше это ралли будет продолжено, поскольку все-таки были даны такие фундаментальные, конкретные установки в ходе таргетирования инфляции, что в целом снижает вероятность того, что что-то изменится с процентными ставками. Я предлагаю сразу к демонстрации экрана перейти, и у нас там была сделка по индексу доллара, у меня точно, и прокомментирую момент. Так, в прошлый раз я давал рекомендацию, именно по факту ожидания повышенной волатильности можно было с индексом доллара работать через отложку sell limit, это 93.50, либо, опять же, если рынок бы резко полетел вниз, я предлагал войти в это нисходящее ралли в его развитии с уровнем 92.80. Вот, в принципе, мы действительно преодолели этот уровень, оказались заметно ниже, 92.31 сейчас, low уже сегодняшнего дня на отметке 92.12. Признаю, что моя цель такая прям долгосрочная, давно уже держу, может быть, даже не на одном эфире с тобой я как бы закидывал целевое ожидание, то что я вообще считаю, что индекс доллара окажется ниже 92 пунктов, и, может быть, даже попробую протестировать значение 90 пунктов. Вот. Возвращаясь к тому, что было сказано Павлом, почему его выступление стало причиной распродаж доллара. Потому что раз американский регулятор теперь таргетирует инфляцию, значит, он готов терпеть более высокие значения на индексы потребительских цен, то есть выше 2%. И если он будет терпеть более высокие значения инфляции, значит, он точно не будет торопиться ужесточить монетарную политику, то есть повышать процентные ставки. Тоже я на своих брифингах рассказывал, какие здесь причины следственной связи. Ну, надеюсь, вы, друзья, все понимаете, что при такой политике под резервом не будут расти доходности американских облигаций, а без них, собственно, не будет укрепляться доллар. Поэтому здесь, наверное, самая простая рекомендация – не мудрить сейчас, ничего не выдумывать, не фантазировать о том, что доллар каким-то немыслимым образом, чудесным образом сейчас вырастет на 5-10%. С чего он вырастет, опять же. Если у вас есть идеи, пишите, опять же, в комментариях к этому ролику. Я думаю, что всем будет интересно. Я считаю, что нужно дальше топить как бы за слабый доллар и ожидать его в районе, ну, сперва давайте 92 пункта – это для тех, кто все-таки держал позиции совсем издалека и сейчас хочет вот зафиксировать какой-то профит. В целом, я предлагаю эту идею подержать на следующей эфире, потому что она пока отрабатывает, фиксироваться не нужно, доллар будет еще дешевле. По золоту также была рекомендация, исходя из того, что ожидали мы снижения курса американской валюты, золото в связи с этим должно было бы вырасти. И действительно оно выросло, хотя я предлагал использовать отложку Байлим с уровня 18-90, но вот мы до нее не дошли, но в целом улетелось. В САКО, 1963 – это сейчас курс. Друзья, в целом золото нужно только лишь покупать. То, что сейчас складывается по фундаменту, по курсам центральных банков, по мерам экономического стимулирования, тем шагам мы действуем, которые дальше будут предприниматься для того, чтобы минимизировать негативные последствия. Да, вроде бы как он становится все лучше и лучше, но проблемы ведь экономические, они сами собой не решатся и без дополнительных инъекций ликвидности, конечно же, не справятся. Поэтому по Федрезерву, точнее по американской экономике, я абсолютно уверен, что уже совсем скоро Конгресс все-таки даст добро новому траншу в один триллион или даже полтора триллиона долларов, которые будут также влиты дополнительно и в американский фондовый рынок, ну, через домохозяйство, конечно же, это приведет к какому-то вообще немыслимому росту и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P, хотя там и так рост уже. Ну, это сейчас говорят, вот этот, Робин Гуд, знаешь, платформа торговая? Да, да, да. На Америке. Ну, вот это домохозяйки, вот эти все такие безопытные, они все приходят на рынок, вливают деньги и покупают вот это Apple, Tesla, и за счет вот этого, говорят, возможно, вот такой рост идет. Ну, справедливости ради отмечу, что когда тот же самый S&P в моменте, тот же самый S&P, если смотреть вот дневки, был в начале этого года на отметке 3,402 там пункта, до этого он тоже рост и рост, в принципе, сколько лет подряд, и каждый раз говорили, что вот где-то должен быть этот потолок, предел, когда индексы сдуют. Я тоже такие настроения раньше разделял, но все-таки понимал, что каких-то, ну, супер-мега-объективных, фундаментальных предпосылок для коррекции, для фундаментальной коррекции пока что нет. Моя рекомендация по фондовому рынку сейчас, это работа только ли с Dow Johnson, который еще отстает от S&P и NASDAQ. Вот там можно попробовать еще до хаев, ну, а дальше покупать, это, конечно же, очень рискованное предприятие, я даже не хочу комментировать. Я понимаю, что этот рост объясняется сейчас вот вливаниями вот этими денежными, но в то же время, когда придет этому конец, не знаю, но конец придет, конечно же. Так, по золоту. Идея прежняя – это держать лонг. Друзья, ищите точку входа, если вас не устраивают те рекомендации, которые я транслирую, ну, попробуйте что-то для себя в плане техники вычертить. Ну, золото нужно только покупать, глазом не успеете моргнуть, и будет 2000 и выше. Сегодня, Виталий, я хотел бы сделать акцент на европейскую валюту, я думаю, что евро очень неплохо вырастет в рамках этой недели, может быть, даже мы увидим 1.20 или, возможно, повыше. Сделка buy limit с уровня 1.18.50. Стоп-лосс можно поместить на значение 1.17.90, то есть 60 пунктов. Ну, и чтобы совсем привлекательная сделка была по риску и ворду, то есть можно взять даже, ну, как раз вот три вот этого, три стоп-лосса, диапазон, я имею в виду, 180 пунктов, можно попробовать замахнуться на движение там в районах мерки 1.21. Европейская валюта будет расти по той причине, что я уже сказал по доллару. Если нет предпосылок для укрепления курса американской валюты, то сохранение прежней тенденции будет способствовать просто всего риска. И европейская валюта вот впереди планеты всей, мы видим даже на более широких аймфреймах. Евро находится в серьезной восходящей динамике, и этой динамике нужно сейчас просто придерживаться, пользоваться этими возможностями, потому что, на мой взгляд, рынок просто раздает деньги, и не забирать сейчас просто нельзя. Длинная позиция, через отложку я сказал, цели стоп-лосса и этой профи тоже ясны. Виталий, слово тебе передаю. Так, видно рабочий экран? Да. Так, всех приветствую еще раз. Сейчас обсудим те идеи, которые я давал в прошлый раз, и, как всегда, будут новые. Первое. Золото. В прошлый раз я предлагал шортить золото на пробой уровня поддержки. Получается, в районе у нас было 1920, был такой локальный уровень поддержки, вот здесь синяя линия нарисована. Я думал, что будет пробой, и мы уйдем в район 1900, и, возможно, если пройдем уровень 1900, идем пониже, еще там ниже, ниже, ниже. Также я акцент делал на то, что желательно, если рынок будет идти вниз, делать трейлинг стоп, потому что здесь есть варианты, что золото может уйти наверх, как оно и произошло. Но, в принципе, локальные цели, если посмотреть вот этот день, так вот здесь, да, то есть мы, в принципе, локально, мы отпадали неплохо, так примерно вот в этом районе я давал шорт, ну, приблизительно 150 пунктов, это, в принципе, неплохо, потому что локально вот здесь то, что я видел, вот это накопление, оно смотрелось в шорты, никаких признаков в лонг не было. Признаки в лонг только появились во второй половине дня, когда произошла вот эта импульсная свеча большая, дальше здесь что-то намутили, и пошел выкуп хороший, в принципе. Здесь было, конечно, такое непонятное что-то. Локально, в принципе, первую цель мы взяли, считаю, что идея чуть-чуть отработалась, дальше, скажем, по безубытку идея вышла. Плюс по золоту, какие у меня идеи, в принципе, я согласен с тобой, что по золоту только покупки. У нас видно, что мы на прошлой неделе два раза тестировали в среду и в четверг вот на этих новостях трендовую линию, которая у нас идет, тренд с марта текущего года. Вторая точка образовалась в июне, дальше мы ее удерживали даже вот первая половина августа и в конец августа мы удержали эту трендовую. Я думаю, что можно покупать золото, скажем, в районе 1956 на этом уровне. Если будем падать пониже, еще можно докупиться, но это в рамках, скажем, риск менеджмента. И стоп-лосс можно выставить вот за этот минимум, это 1900. То есть здесь набирать позицию такую, разбить ее, возможно, на два ордера, немножко вот здесь подзакупиться и пониже. Если мы все-таки будем 1900 пробивать, мы, в принципе, и тренд вот этот будем ломать. Возможно, картинка будет ломаться и будем что-то думать другое. Цель, я думаю, по золоту локальная, то есть это 2.15, дальше 2.70 и, думаю, еще выше, выше, выше уйдем. Поэтому здесь, в принципе, очень хорошая точка. Вот в пятницу мы сделали тоже хороший импульс. Я думаю, сейчас можно присмотреться к покупкам золота. Дальше, еврофунт. Аналогично был паттерн, только более крупный на пробой уровня поддержки. Это уровень был хороший 0.8980. Вот в этом диапазоне я советовал ставить на пробой, селл-стоп. Мы торговались немножко выше, на 5 пунктов я ставил ниже, чтобы мы зашли в шорт. В цели я ставил первое, это 0.8940, вот этот минимум и вот этот, скажем, здесь уровень поддержки. Мы его отработали. И вторая цель у меня была где-то в районе 0.8880 вот сюда. Пока мы до нее не добили, в принципе, сделку можно удерживать, если кто шортил. Без убыток переносить, в принципе, тоже возможно. Я, в принципе, и говорил, потому что вот за этот, в принципе, high 0.8975 прошел тоже импульс. Если здесь пойдет какой-то откат хороший, то, в принципе, я думаю, дальше буду даливать цену вниз. Поэтому, в принципе, неплохо отработался еврофунт. Плюс, еще были у меня комментарии по ВИКСу. Покупочка выше уровня 25-20. Я о нем еще пятницу в обзоре говорил. Также, в принципе, если будет ложный пробой и вот этого уровня, то, в принципе, возможно рассматривать покупки. В принципе, ВИКС неплохо с 25. Стрелял на 29, то есть это практически там около 7-8%. При закоплении ниже данного уровня я говорил о шортах. Пока мы не закрылись, только ланги, но смотрю, его так в пятницу подскинули, поэтому такое ощущение, что будут задавливать его вниз. И еще думал, что вот эта реакция по ВИКСу, она, скажем, также даст какие-то, скажем, шортовые идеи по S&P 500, но пока их, скажем, не видно. Я говорил, что здесь паттернов каких-то дневных сильных нету по S&P 500. Рассчитывал только на то, что ВИКС даст какой-то толчок и мы пойдем в обвал, вот как вот здесь было аналогично, в феврале текущего года просто пошел в обвал без каких-то там сильных дневных паттернов. Так, золото идея, ну и плюс, возможно, еще идею вторую, это по доллар-иене произошел аналогично неплохой импульс в пятницу. Я думаю, что здесь на откате возможно шортить где-то в районе там 100, 106, sell limit со стопом так, получается 106.90 и, скажем, целями вот на перлоу, то есть получается 104 и, возможно, ниже мы уйдем по доллар-иене. По поводу евро-доллара, в принципе, вот этот инструмент уже считают достаточно сильно перекуплен. Здесь я бы ожидал какую-то коррекцию достаточно большую. Уйдем ли мы с текущих, есть хороший уровень 1.19, возможно, скажем, рискованно открыть шорт с текущих со стоп-лоссом за хай текущего месяца с надеждой, что мы пойдем на очень длинную коррекцию, хотя бы там пунктов 300-400, возможно, больше. Будет ли перелов те цели, которые ты говорил, 1.21, возможно, то есть это был бы тоже неплохой такой ложный пробой, более сильный, нежели вот здесь было вот этих максимумов. Аналогично, как было по австралийскому доллару, то есть мы пошли на перехай, поэтому вот как-то вот так по рынку. Понял тебя. Ну, спасибо тогда за комментарии, за идеи. Следим, как и всегда, следующий эфир у нас с тобой в среду, там разберемся как раз по доллару, что ситуация будет, тем более, что перед Non-Farm Perils, я думаю, что американского алюта в целом на этой неделе также будет одним из самых валтильных активов. Виталий, хорошей тебе торговой недели и до скорой встречи. Спасибо, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok